Один день життя Радоя Могилёв можно увидеть в окнах библиотеки Мякарла Маркса в областном центре. Радоя ведущая стали героями фотосессии, как показать, кто находится по той бок микрофона. Выставу примерковали до юбилея Радоя Могилёв, ладится я на умежах проекта «Арт-Окно». Идей было шмат, каже Радоя ведущая Наталья Глушкова. От традиционной ретроспективы вы решили отмовиться и показали день тяперышний, какие яны работники Радоя тут и зараз. Так отрымався гэтый фотопроект. Наши слушатели не видят нас в эфире, только лишь слышат и совершенно не знают, что происходит внутри. А любой творческий процесс, он как раз таки интересен вот изнутри. Поэтому эта работа, эта фотовыставка, это свое родное открытие карт. За кожным голосом особный человек со своими думками и эмоциями. Их фотограф Алена Бузук, якая до речи починала на Радоя, а зараз працует телевядучий, поспробовала убачить прас-абъектив, зловить и захавать у фотосдымку. Так Максим Астравухов на фото с велосипедом. Музычный редактор Радоя Могилёв – аматор здорового ладу життя. И кубача кава на столе – неотъемный атрибут ведущего ранешнего эфиру. Все фотографии настолько живые, настолько наполнены энергией. Я так думаю, что те, кто будут смотреть эту выставку, они это увидят и почувствуют. Не один год Радоя Могилёв является информационным партнёром городской библиотеки имя Карла Маркса. Наприклад, всё лето ладился суместный социальный проект до 750 года Могилёва «Края знавчая маршруты». Ну и естественно, мы планируем новые проекты. Один из них – это мы рассчитываем еженедельно выходить в прямой эфир и рассказывать о интересных книгах, о новинках каких-то литературных. И вообще просто разговаривать о литературе. Надеемся, что это будет интересно. Фото-выстава ладится у вокнах библиотеки сбоку в улице Яцина. Поглядеть на любимых радиовядучих и журналистов можно у весь вересень и кострышник. Алена Соловьёва, Дианис Бутылин. Новины региона. Продолжение следует... Продолжение следует...